Здравствуйте, ребят! Вы, наверное, подумали, я нахожусь где-то в лесу. Но по звукам машин и по детским крикам не сможешь догадаться, что я нахожусь в черте города. Да, у нас тут так называемая Роща Дубки называется в городе. Если интересно, погуглите Роща Дубки Таганрог. Вот такой вот кусочек леса посреди города, где можно спокойно прогуливаться, дышать свежим воздухом, наслаждаться птением птичек, наслаждаться детскими криками. Ну да ладно, неважно. Сегодня у нас на обзоре крайне необычный Энергоз. Подмечу тем, что я его очень часто видел в пабликах ВК, но сам в своем городе не смог найти. Это обуславливается тем, что понятия не имею. Захожу в любой магазин, пытаюсь его найти, не получается. Просто мои попытки были безуспешны, хотя я видел одного пацана, когда шел на работу, что он шел с вот этим конкретно Энергозом. Вольт Energy Drink. Сейчас он у меня появится в руках, сейчас. Но перед этим я хочу сказать, где я его раздобыл. Ладно, давай, Юль, бросай сюда. Да, я не стал разделять обзор на два видоса. Это будет два вкуса Энергетика Вольт в одном обзоре. Понятия не имею, сколько у них вкусов есть. Я не пытался искать в интернете, честно. Ну, сколько есть их сейчас на данный момент, столько и будет обзоров. То есть, если еще два будет новых вкусов, я тоже их запихну в один видос. Дабы не тратить ни ваше, ни свое время, но я же не проговорил, почему я не смог найти его у себя в городе и где же я его все-таки нашел. Поехали мы с семьей, короче, на базу отдыха и там заехали в село. И в селе я решил просто на рандоме заехать в их магазин ИПшника какого-то. Смотрю, бац, вольт находится. 75 рублей стоит баночка. То есть, что это, что это обошлась мне с 75 рублей. Я смотрю, в принципе, приемлемая цена для села. Решил взять и вот сейчас мы находимся на обзоре. В целом, для абсолютно неизвестного мне Энергоса, объемом 0,45, 75 рублей, это вполне приемлемая цена. Вольт Энерджи, тут разъем зарядки изображен, надпись вольт. Фиолетовый цвет, зеленый. На зеленом написано Манго Лайм, на фиолетовом голубик и гранат. Вот очень-очень интересный вкус. Я таких давно не встречал. Это как бы, так сказать, микс своеобразный. Они даже тут сбоку инфографику написали. Кофеин, таурин, витамины, двойной вкус. Вот то, чем они хотят выделяться, скорее всего. Я надеюсь, они меня не разочаруют, но посмотрим, что будет дальше. Давайте быстренько по составу пробежимся. Вода, подготовленная, сахар, регулятор кислотности, ароматизатор и краситель, кофеин, таурин, витамины. Консервант, пантатиновая кислота, по густу сделан. Это раз. В фиолетовом никаких соков концентрированных нет. И в зеленом та же самая картина. Тоже по густу. Но никаких концентрированных соков я не наблюдаю. Это очень огорчает. На самом деле баночки так. Выполнены в минималистичном стиле. Смотрятся так. Привлекательно на самом деле. И радуются, что они разных цветов. Типа не берут, знаете, как некоторые энергосы. Хотя сейчас все так делают. Разные цвета, все дела. С какого начать? С какого начать? Наверное, голубику граната ставим на потом. Начну, пожалуйста, с манго лайм. Потому что манго очень тяжело сделать. Этот отойдет пока что в сторону. Вот появляется в кадре стаканчик мой любимый с двойными стенками. И давайте. Жахаем. Открылась хорошо. И сразу на пшике я уловил нотки манго. Ой, знаете, ароматизаторы очень неплохие здесь. Это абсолютно не реклама. Они мне не заплатили, ребята, производители эти. Энергосы, кстати, кто его производит? Изготовитель Московской области. Адрес производства. Пока что рецепторы обоняния радуются тому, что здесь находится. И по цвету он как манго прям чистейший. Подожди. Вкусовые сосочки возбудились, честно. Оно того стоит. Ребят, даже учитывая тот факт, что здесь нет концентрированных соков, энергетик заслуживает вашего внимания. Определенно, определенно. Мне нравится этот вкус. Кислота лайма, она не перебивает абсолютно манго. Они очень хорошо дополняют друг друга эти два вкуса. И молодцы. Молодцы. Вкусненький, вкусненький Энергоз. И он слегка холодный. Мы не стали его так сильно охлаждать. Поэтому обзор получается максимально партоподобный. Потому что иногда, когда ты пьешь охлажденный энергетик, он кажется тебе более вкусным, чем теплый. А здесь же мы находимся в натуральных условиях. Есть такое дело. Я дал Юле попробовать, сейчас она вышкает свое мнение. Давай, Зай, говори. Ну, короче, самый вкусный Энергоз с манго, это только игуана с манго. Это один в один горилла с манго. Не знаю, я гориллу с манго давно не пробовал. Только горилла более газированная. Так там и кокос присутствует. Мы недавно ее пили. Гориллу с манго? Прям что недавно. Что-то я не припомню. Мы выходили в офицер. Вот, носительно недавно. Она, вот этот Энергоз один в один горилла с манго, только горилла более газированная. Ну, хорошо. Мне не очень понравилось. А мне понравилось наоборот. Игуана лучше. Ну, игуана лучше, скажи. Игуана, да, это прям топчик за свои деньги. Она тоже с манго, она улыбка. Пушка. Пришел черед голубики граната. Ну, голубика, это ягода, гранат. Это совершенно другой вкус. Я много граната перепробовал, гранатовых Энергозов. Не могу четко представлять, что должно бы здесь находиться. Матерь Божья. Просто благодать для ребят. Если бы можно было передавать запах через видео. Камеру. Да. Дай цвет покажу. Ну, что показывать. Цвет вина. Не то, что вина. Цвет вина, он какой-то розовый. Он фиолетовый. Цвет фуксии здесь будет. Слушайте, на камере это не особо видно, кстати. Очень хороший цвет. Ай, падает. Да, подержись так, он все-таки. Я подержу этот самый, покручу этот стакан. Цвет фуксии присутствует. Такой в жизни красный с фуксией, а на камере непонятно. Напишите в комментариях, какой цвет видать. Мне напоминает он такой. Мне напоминает либо этот, как называется. Непонятно на самом деле. Красный с розовым. Фукорцин. Как называется этот? Марганцовка, что ли? Нет, фиолетовая зеленка. Как называется? Фукорцин. Все, давайте пробовать, потому что мне уже не терпится его попробовать на вкус. На запах это одно дело, а на вкус. Спорт это жизнь. Жизнь это спорт. Нет, это казаки-разбойники. Либо прятки какие-то. Ребятишки играют. Решили засветиться в кадре. Поэтому, если они... Ребята, если вы смотрите это видео, то напишите в комментариях, что это вы были вы, пробегали. Собаки еще тут бегают. Бегать бессмысленно. А, вы слышали? Малыши более старших. Пробуй скорее. Тик-так. Да, я попробовал, я просто не успел понять. Молодцы. Да, очень вкусно. Причем чувствуется и голубит, и и гранат. Да. Вкус такой ягодный больше преобладает. Ну, ничего. Очень приятно. Напоминает даже какие-то леденцы, что ли, или конфетки. То ли барбарист, то ли что-то еще в этом роде. Напоминает голубитый какой-то. Не холс, а это тик-так какой-то, типа, с голубикой какой-то. Очень сильно здесь преобладает голубик, а гранат такой дополняет. Гранат на втором плане. Итак, мы только что познакомились с двумя вкусами нового энергетика. Вольт Энерджи, Манго Лайм, голубика гранат. И что я должен сказать? Очень неплохой старт. Очень неплохую планку задали ребята в плане того, что они решили смешивать вкусы. И у них это очень хорошо получилось, я должен сказать. Я желаю им до лишнего развития, чтобы они выпускали новые миксы. Не важно, пусть вы будете смешивать цитрусы еще с чем-то. Или арбуз с ежевикой, или что-то в этом роде. Главное, ребят, не останавливайтесь. Если вы смотрите меня, конечно, производители Вольт. Главное, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте выпускать новые вкусы и добавляйте, пожалуйста, концентрированный сок. Это чисто вот моя рекомендация будет вам. Ну а вам, ребят, которые смотрят меня с целью познакомиться с новыми энергосами, крайне рекомендую их купить, попробовать. Я думаю, вас они не оставят равнодушными, как и меня. С голубикой можно даже на постоянку. Юля говорит, что с голубикой можно на постоянку. Я, честно, не знаю. Я отвык от того, чтобы покупать... Чего? Те, какого, что-то. Вот этот. Не знаю, мне манго-лайн что-то больше понадобится. Видите, у нас мнения разошлись. В общем, ребят, покупайте энергетики такие. Вольт Энерджи. Пробуйте их, советуйте друзьям. Ставьте лайки под моими роликами. Советуйте мои видосы своим друзьям. Подписывайтесь на канал. Всех очень сильно люблю. До скорых встреч. Увидимся в следующем ролике.